Еще об Украине. Комитет спасения во главе с бывшим премьером страны Николаем Азаровым потребовал от Евросоюза расследовать, как сказано, гонения на оппозиционеров со стороны киевской власти. В письме на имя главы Европейского совета Дональда Туска сообщается о незаконных арестах и содержании в СБУ почти 4000 человек. К тексту приложен список 87 политзаключенных, в их числе журналисты, лидеры общественных организаций, активисты антимайдана. В таких условиях, по мнению Азарова, менять надо все руководство Украины, а не только власть на местах. Мы считаем, что те выборы, которые сейчас намечены на 25 октября, это фарс, самый настоящий. Фарс, которого история Украины еще даст свою оценку. Потому что рейтинг президента так называемого порядка 11%, премьера так называемого нулевой, всех остальных парламентских фракций, вместе взятых не более 10%, спрашивается, как же партии власти идут на выборы? Как они собираются избирать? 70% населения Украины, по данным социологических опросов, ненавидят и не доверяют этой власти. 70%! Как они идут на выборы? Значит, выборы – это фальсификация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!